МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире областной телеканал Аист и новогодний спецвыпуск программы «Чего хотят женщины?». Сегодня мы с вами будем секретничать и составлять персональные гороскопы на 2019 год. Приступим! Сегодня мы с вами погружаемся в мир таинственности и чисел, и наш астролог Зара Абариан, астролог с 10-летним стажем, расскажет нам, каким будет 2019 год в общем и для каждого знака зодиака. Давайте пойдем с общих черт, каким этот год ожидается. Этот год будет не совсем легким для знаков зодиака, но особенность этого года в том, что он будет очень интересным. Начало года ознаменуется событием соединения Сатурна с Солнцем. Конечно, это не очень легко, но зато конец года будет более оптимистичнее, и все знаки зодиака на себе почувствуют вот эту вот энергию Юпитера, энергию расширения, энергию более веселую, радостную в этом плане. Расскажем сейчас нашим телезрителям про каждый знак зодиака. Начнем с Овна, как я понимаю. Овна Новый год сулит максимальный подъем самочувствия. Что касается деловой сферы, то в начале года вы можете заметить, что у вас прибавится ответственность на работе, вследствие чего амбиции будут расти. Также на любовном фронте вы будете просто очаровательны, особенно если вы одиноки. Какой замечательный прогноз у нас для Овнов. Я думаю, все хотят быть очаровательны в любви. Но есть ли какие-то подводные камни? У Овнов в этом году появится шанс также кардинально изменить сферу деятельности. Вот подводный камень в том, что надо уже подумать о том, куда свернуть, какую профессию, может быть, выбрать. Что в этом году ожидает наших стабильных телецов? Ведь они не любят менять свою жизнь, но, как мы знаем, 2019 год целит перемены абсолютно всем. Тельцов в этом году ожидает очень много интересного. У тельцов уровень жизненных сил в предстоящем году будет постоянно колебаться, потому что входит уран в телец, в знак тельца в этом году, и тельцам вся их стабильность, уже почва будет уходить из-под ног, и они не будут чувствовать стабильности. Для них это очень тяжело, но зато это будут большие изменения, очень интересные, крутые изменения в жизни. Также это затронет финансовую сферу всех людей. Тельц, он как раз отвечает за нашу финансовую сферу в любом гороскопе, и для народа настанет новая эра, новый век, видимо. Бумажные деньги постепенно, конечно, но начиная уже со следующего года, будут уходить, и на смену им придет уже виртуальная валюта. Ну как же близнецы у нас собираются делить эти биткоины между собой? Для близнецов начало года идеальное время, чтобы заняться самообразованием и выйти на новый уровень. Близнецам к концу года получится реализовать все свои планы, они достигнут успеха во всех своих планах. В предстоящем году они также могут почувствовать тягу к романтике, но единственное, что надо не забывать про свои обещания. И лучше, конечно, их держать. Обещания те, которые дают близнецы. Что интересного преподнесет 2019 год нашим домашним ракам? Не придется ли им попятиться от своих проблем? С самого начала года раки будут радовать окружающих своими дипломатическими способностями, как в любви, так и в компании. Лето запомнится приливом энергии, повышенным жизненным тонусом. А вот в течение всего остального времени звезды будут намекать ракам, что неплохо бы снять розовые очки. Они уже не в моде. И будут призывать оценить свое положение беспристрастно. Что же касается наших самодостаточных львов, царей всех зверей, что им нового принесет 2019 год? В первые месяцы Нового года львы почувствуют восстановление жизненной энергии. Но к концу года они могут разочароваться в любви. И чтобы этого не было, пожалуйста, львы, держите язык за зубами. Весной жизнь на работе забьет ключом, иногда обжигая, а иногда принося новые идеи и заряжая энергией. И у львов, конечно, денежная сфера станет намного лучше весной. Но что же касается самого женственного знака зодиака Дев? В первом полугодии 2019 года энергия Дев будет не так бурлить. Но осенью настанет время аккумулировать энергию и дабы улучшить свое эмоциональное и финансовое положение. В этот же период отношения с партнерами выйдут на новый уровень, а у одиноких Дев появится шанс встретить свою вторую половинку. Следующий знак зодиака уравновешивает абсолютно всех. Это весы, что нам сули 2019 год. Ой, весы, несмотря на суету в новом году, смогут реализовать все свои планы и продвинуться вверх по карьерной лестнице. Ну и энергию у вас будет хоть отбавляя. А в холодное время года звезды рекомендуют вам отступить от финансовых дел и позаботиться о своей любви, одаривая ее и своих близких теплом. То же касается наших скорпионов. Они всегда разные, но тем не менее очень интересные. Что им обещает 2019 год? В наступающем году самочувствие скорпионов не принесет особых сюрпризов. А к концу года, благодаря своей дипломатичности и находчивости, им удастся сгладить все свои прорехи в финансовой сфере. Они будут с партнерами более мягче поступать со своими друзьями и со своими близкими. И жалить меньше. Попадут ли в свою цель стрельцы в новом году? Год начинается, вот этот год, с больших каких-то целей, с крупных целей, куда они будут попадать реально. И у них, их изобретательности в работе в этом году можно просто даже позавидовать. Ну и амбиции, конечно, станет у них больше. И весь год их будет преследовать романтика и успех в общении. Найдут ли свою пару из спутника по жизни козероги в этом году? Ведь они привыкли быть в одиночестве и достигать всего сами. Семейным козерогам в этом году удастся провести больше времени со своими родными и друзьями. Это очень редко бывает у козерогов, потому что они всегда заняты на своей работе. Но одиноким козерогам будет, выпадет шанс встретить все-таки свою половинку. И что я хотела бы сказать, чтобы козероги не забывали о тактичности. И это поможет им избежать многих проблем в этом году. Смогут ли водолеи превратить свои воздушные замки в что-то настоящее? Или в настоящий дом, может быть, или в семью? Водолеям в этом году оптимизма будет не занимать. Несмотря на то, что к концу года будет некий упадок сил у водолеев. Но в начале года и вплоть до июля у водолеев будет кипеть энергия. И у них повысится уверенность в себе. Лето станет самым романтичным временем года. Удачно сложатся относительно новые знакомства и отношения. У нас остался последний, но не менее таинственный знак зодиака – это рыбы. Смогут ли они плыть против течения в этом году и достичь чего-то нового? В начале года у рыб будет наблюдаться энергетический подъем. А первая половина года сулит рыбам неслыханные успехи и результаты на карьерном поприще. Особенно, если вы смягчите свой нрав рыбке. А вторая половина ознаменует собой бурный период, который сулит новые перспективные знакомства и романтические отношения. Новый год вступает в свои права. Сегодня мы рассказали вам о том, что ожидает в новом году каждого из нас. И по традиции Зара, давайте что-нибудь пожелаем нашим телезрителям. Дорогие телезрители, я желаю вам в этом году находить выходы из любых жизненных ситуаций. Желаю вам счастья, любви, чтобы вы любили, были любимыми и любили весь мир. И тогда весь мир тоже ответит вам взаимностью. Дорогие наши девушки, в этом году мы были с вами прекрасными, красивыми, отличными домохозяйками, прекрасными мамами и спортсменками. В новом году мы также будем радовать вас хорошими сюжетами, отличными новостями. И пусть на экране ваших телевизоров всегда будет аист. С Новым годом! С Новым годом!